Говоря о будущем, мы часто говорим о технологиях. Я же сегодня хочу с вами поговорить о человеке, об очень простых, но важных вещах. Около 10 лет я преподаю в университете, и на первой встрече, на первом занятии я задаю студентам один вопрос. Зачем и куда вы пришли? Это очень непростой для них вопрос, сложный. Обычно в этот момент около 30 пар недоуменных глаз внимательно смотрят на меня. А в этот момент ракеты компании SpaceX приземляются на плавучие платформы, искусственный интеллект обыгрывает людей сначала в ток-шоу, затем в го, а проворливает чат-боты, зарабатывает деньги на юридических консультациях. А 30 пар недоуменных глаз все еще смотрят на меня. В этом году я немножко усилил этот эксперимент. Я вошел в аудиторию и включил сразу видео, на котором показано 5 минут, всего 5 минут видео, возможно, вы видели, показано устройство Вселенной. И там так красиво, знаете, вот сначала наша планета, потом мы удаляемся, удаляемся все дальше и дальше, в бесконечные холодные просторы космоса, галактики и Вселенной, а потом обратно вниз, сквозь галактики и Вселенной, на нашу красивую планету. Я сказал им, почувствуйте этот момент, смотрите. И вот мы с вами здесь. Зачем вы пришли? Вы думаете, помогло? Нет. Я тоже смотрю на этих молодых людей и задаю себе вопрос. Это те люди, которые готовы создавать и формировать будущее? И ответ, который у меня рождается, он примерно выглядит вот так вот. Скорее они готовы это будущее встречать. Вот примерно как вы сейчас. Вообще говоря, поразительная покорность. Люди до сих пор готовы стоять в очередях. Некоторые готовы делать это с особым упорством. Пять лет в очереди с дипломом. И вот на что способен наш человек. Но главное даже не в этом. Главное в том, что ведь они сами стоят в этой очереди. Их в эту очередь поставили. А думать о будущем и учиться – это акт субъекта. Но его там нет. Действительно, многие молодые люди, с которыми мне довелось общаться, они так и не обрели субъектности. Не начали узнавать себя. Они оказались размыты в современном обществе коммуникации и потребления. И это в то время, когда будущее наступает нам на пятки и требует от нас все большей ясности, четкости, самостоятельности и осознанности. По крайней мере, от тех, кто хочет в этом будущем что-то менять. Забавно, не правда ли, мы прошли колоссальный путь между древнегреческой философией к iTunes. Где-то в этом промежутке запустили в космос ракету и вдруг стали такими неосознанными, что сегодня, как грибы, возникают различные тренинги по осознанности, осознанное родительство, осознанное потребление и даже осознанный танец. Технологии развиваются с колоссальной скоростью. И вот уже на пороге эпоха, когда роботы, оснащенные искусственным интеллектом, готовы ворваться в нашу жизнь, а мы остаемся все те же. Разбиваются роботы, но не человек. Знаете, среди тех, кто занимается умными городами, ходит такая смешная пословица. Умный город — человек-идиот. Но полно потешаться. Давайте посмотрим, немножко проанализируем, а что действительно формирует человека сегодня такого, как он есть. И рассмотрим три основных системы. Это система образования, система воспитания и система коммуникации. Давайте начнем с воспитания. Произошла потеря преемственности и механизмы, по которым мы всегда передавались знания о том, как воспитывать детей от родителей к детям. Сегодня, по крайней мере, в крупных городах, в крупных мегаполисах потеряны. Родители, которые пытаются разобраться, они сталкиваются с невероятным крейдоскопом разрозненных знаний, которые они подчеркивают из социальных сетей и форумов, пытаясь хоть как-то разобраться. И речь уже, конечно, не идет о тонких эстетических настройках, а речь идет о том, чтобы избежать грубейших ошибок, которые влияют на прямую, на психическое, эмоциональное и физическое здоровье ребенка. Образование. Про образование мы сегодня уже немного говорили. Оно, конечно, колоссальным образом меняется, и его роль в информационном мире принципиально изменилась. Мы имеем возможность сегодня получать доступ к различным образовательным ресурсам. И вот это понятие lifelong learning, обучение в течение всей жизни, если вдуматься, кардинально влияет на то, какие формы и способы образования мы должны сегодня применять. И при этом, я думаю, вы согласитесь со мной, если мы скажем, что общий механизм вот этой инерционной машины образования все еще находится в такой логике индустриальной эпохи. И то, что называется грамотностями 21 века, находится по-прежнему за бортом этой большой машины. Коммуникации. Коммуникации сегодня невероятно ускорились и стали совершенно масштабными. Скорость, с которой мы обмениваемся фотографиями и котиками, конечно, достойно отдельного изучения. Но важно то, что мы таким образом развиваем у себя то, что называется клиповое мышление. И это клиповое мышление позволяет нам неплохо работать с задачами сборки информации, но усложняет и для нас вопросы генерации нового и творчества. Мы все сегодня крупные специалисты по выбору из списка, но нам становится все сложнее создавать что-то новое с чистого листа. Массовая коммуникация готова предложить нам все прямо с борта нашего дивана. И вот тогда наш герой, недосубъект, и это все на фоне обсуждения новой креативной экономики, третьей промышленной революции, DIY-культурой и глубочайшей автоматизации, которая бросает вызов нам, как специалистам, как горожанинам, как гражданам, как людям. Британский парламент, например, недавно обсуждал инициативу, по которой в школах необходимо готовить детей к конкуренции с искусственным интеллектом. Почему я все это говорю? Я вовсе не говорю это к тому, чтобы вогнать вас в уныние и печаль. Я говорю все это к тому, чтобы побудить нас с вами к одному очень важному решению. Решению о том, что необходимо взять ответственность на себя. Поняв, почувствовав этот дисбаланс между вызовами глобальными, которые бросает нам сегодня окружающий мир, и требует от нас усложнения, а с другой стороны мы видим, что происходит совершенно обратное, и многие институты, сложившиеся, и системы, сложившиеся, не способны помочь нам ответить на этот вызов. Что же делать тогда? Тогда нужно понять, что мы должны взять ответственность за прошлое, настоящее и будущее. Каждый на себя. Но и на этом пути ожидает очень большая ловушка, если не сказать капкан. Казалось бы, сегодня в мире, где колоссальное количество информации неопределенно снизилось, и мы можем ясно судить о различных событиях и явлениях, но это не так. Мы оказались в мире максимально неопределенным, неоднозначным и многоаспектным. Вы помните, как в том фильме «Место встречи изменить нельзя», когда герой Шарапов, он так хорошо это показал, он с такой искренней печалью, болью рассказывал своей возлюбленной и говорил, там на войне, там все было понятно, здесь враг, сзади свои, иди вперед и не отступай. А тут у вас в тылу. Этот вроде виноват, но его брать нельзя, а этот невиновен, но мы его хватаем. Да что же у вас тут такое происходит? Помните, да, этот момент? Вот и мы с вами сейчас оказались в мире, где мы лишены этого четкого развлечения. В мире почти не осталось ясных красок. Мы с вами в эпохе, когда есть только полутона и оттенки. В эпохе мифов и мнений, та самая эпоха Фильеттона, где любое событие можно оценить в ворохе в различных контекстах и выдать по нему совершенно разные суждения. И количество этих контекстов с каждым днем увеличивается. И в зависимости от того, как мы на него посмотрим, получится то одно, то другое. Более того, время сжалось. И мы с вами... Кажется, то, что вчера еще было плохим, сегодня может казаться полезным. А то, что вчера казалось нам совершенно полезным, сегодня вроде оказывается никчемным. И вот мы с вами, погружаясь в этой эпохе мифов и мнений, устремляемся в лавину событий окружающего мира и пытаемся влиять на все, на все, кроме себя. И эта наша попытка изменять все и вся, кроме себя, она все больше и больше затаскивает нас в ловушку. Мы настолько в этом преуспели, что сегодня уже большая часть угроз человечества исходит от нас самих. Неожиданно, не правда ли? Столько успехов, и мы снова на пороге катастроф. Это происходит потому, что сегодня пришло время принять одно очень важное решение. Мы с вами должны повернуть наш взгляд, повернуть камеру на самих себя. Мы с вами, следуя эпохи научного подхода и научных концепций, разделяем объект и субъект. И когда мы думаем что-то изменить, когда мы что-то исследуем, когда мы на что-то смотрим, мы как бы разделяем. Мы отдельно, а вот он отдельно. И именно в этом кроется суть огромного количества проблем, потому что вся наша энергия направлена на воздействие на остальных, а не на самих себя. Мы обделили вниманием самих себя. И, наверное, основной тезис моего доклада заключается в том, что мы должны создавать себя для будущего, а не будущее для себя. Все хотят изменений, все хотят, чтобы все было хорошо, но кто готов ради этого постигнуть на самое больное, на то, чтобы изменять себя, на то, чтобы преобразовывать себя? Очень немногие. При этом надо сказать, что этот дисбаланс очень хорошо видится, если мы с вами заглянем за дверку различных тренингов, бизнес, консультаций и прочих вещей, вы думаете, там говорят какие-то очень умные вещи, вы думаете, там академики рассказывают о научных подходах? Нет. Там говорят об эмпатии, дизайн мышления, о необходимости чувствовать друг друга, какая неожиданность. Оказывается, мы должны чувствовать друг друга. И бизнес осознал, что без этого сегодня невозможно идти вперед и меняться. Если мы и вправду действительно хотим что-то менять и идти вперед, то нам необходимо начинать с себя. И тогда простой рецепт, способ, который я предложил для самого себя и хотел поделиться с вами, выглядит следующим образом. Всего пять задач, если, конечно, мы решаемся на то, чтобы выбрать правильную пилюлю. Первое – это занять субъектную позицию. Это необходимо потому, что это первый шаг к перехвату управления. Если мы не занимаем субъектную позицию, значит, мы продолжаем оставлять себя в качестве объекта управления для кого-то другого. Занять субъектную позицию – это не единовременное действие. Конечно, это путь. Мы должны понять, кто мы такие, что нас такими сформировало, провести некоторый внутренний аудит. Но не надо заниматься самокопанием на диване. Обретать свою субъектную позицию надо через дела, через действия, практиковать действенный подвиг действия и даже подвиг. Вторая задача – это взять ответственность на себя. Необходимо принять и увидеть мир таким, какой он есть, и взять ответственность за него на себя, сопоставить себя и такие, и какие мы сложились в этом мире, не с чем-то сиюминутным, а с чем-то бесконечным и важным. Третье – это принять сложность и разнообразие современного мира. Дело заключается в том, что сегодня мир действительно усложнился, и многие не готовы с этим работать. Но что такое сложность? Сложность – это синдром слепых зон. Это когда просто мы недостаточно сложны, чтобы увидеть и понять это. Сегодня мы живем в мире, когда развернулась колоссальная война за внимание. И это тоже очень важно понимать. Необходимо усложнять себя настолько, чтобы противостоять ей. Потому что в глубоко связанном мире наша с вами фраза о том, что что-то является нашим личным делом, она почти перестала иметь смысл. Даже если мы смотрим телевизор, перещелкиваем каналы, листаем социальные сети, мы все равно льем воду на чью-то мельницу. Нас кто-то считает, и нас кто-то продает. Поэтому инвестируйте свое внимание, осознайте, что это ключевая, актив, который у нас есть сегодня – внимание и время. Четвертое – это выходить из зоны комфорта. Конечно, комфорт иногда нам нужен, но лучше в нем особо не задерживаться. Особенно если речь идет о комфорте бездействия, о комфорте нежелания смотреть на себя и преобразовывать себя. Выходя из зоны комфорта, мы расширяем свои горизонты, мы видим больше, понимаем больше, чувствуем больше, совершенствуем и усложняем себя. Ну и, конечно, ядро всего этого, без чего все остальные пункты не имеют смысла – это повернуть камеру на себя и начать действительно смотреть и чувствовать окружающий мир через самого себя. Интересная вещь заключается в том, что мир окружающий, конечно, бесконечно сложен, быстро изменяющийся и совершенно неопределенный. Но если мы повернем камеру обратно и вглядимся в то, что находится там у нас внутри, то мы увидим то же, что и все люди, жившие до нас. Там внутри ничего не изменилось. И тогда оценка того, что происходит вокруг, сможет стать более объективной. Мы сегодня думаем и говорим о будущем, но думать о будущем и формировать будущее – это думать о важном. Тогда я предлагаю нам с вами повернуть камеру на себя, увидеть что-то глубокое, далекое и важное. И только тогда мы сможем обрести комфорт внеопределенности и сможем уйти от уже ставшего традиционным «хотели как лучше, а получилось как всегда». Спасибо. Спасибо. Спасибо.